Всем привет, дорогие друзья! С вами Катархонт и у нас третья серия итальянских приключений в Дне Победы четвертым. Продолжаем нашу кампанию, продолжаем копить силы и нам надо близкие ресурсы нарастить, да, ребят? Так, эти части у нас идут сюда на прорыв будущий. Так, а мы их уже определили, отлично. Так, Болгария, Турция. Так, их части нам помогут в захвате в Африке. Так, нам сюда еще тоже надо будет привезти сюда штучек 15 хотя бы и сюда еще штучек 5. При этом нам надо развить будет итальянские дороги, нефтероразведочку и львийскую инфраструктуру. То есть до этого момента пока нападать не стоит, поэтому посидим, подождем, ничего страшного. Ровным счетом пока что не случится. Так, флотик, давайте-ка мы его отведем пока. Стамбульчик, пускай он там у наших друзей посидит. Так, с новой части, отлично. Производство, да, идет. У нас 7, да, быстренько, быстренько, быстренько. Давайте-ка немножко сюда. Преимущество дадим и на пополнение. Так, и стройки, да, ага, подошли уже. Давайте-ка добавим стройчиков. Центральные районы застроим получше. Давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка. И опустим, ну давайте, подождем пока он закончится и опустим. Все. Потому что он особо не сдался на самом деле этот порт в Фессалии. Он особо нам не сдался. Так, у нас все равно много портов. Так, что нам надо будет делать? Нам надо будет с Кипра выгнать их. Надо будет выгнать с Мальта бы. Вопрос, а сколько здесь частей, да? С Мальты надо будет бы пробиться нам с вами вот сюда, вот Гибралтар, да? У меня много всяких на самом деле планов, ребят. Ну, чтобы самолеты не летали здесь, не мешались. И сюда надо будет пробиться. Потому что они по флоту будут бить очень неплохо так-то. Поэтому надо себя будет аккуратнее вести. Но пока, в принципе, проблем таких не будет. Поэтому можем не переживать. Так, производство у нас постепенно, постепенно идет. Очки тоже копятся. Так, у нас тут у нас скорость дивизии. Да, на скорость найма у нас ничего нету. Поэтому можем не переживать. Так, эксперт по маневренной войне. Вот на самом деле, да, но тут только воздушная доктрина. За 150 нету на пехоток, к сожалению, очень. Так, улучшенное пехотное снаряжение. Берем, 38-й год, 19 марта. Мы уже его исследовали. Так, морпехи, конечно, есть как вариант, ребят. Но какое себе дело. Тратится на них сейчас, на самом деле. Так, здесь мы берем еще рановато. Хотя вот можно синтетику взять, чтобы у нас с нефтью было получше. Ну, не знаю. Давайте подлодки возьмем. Война с подлодками нам еще пригодится. Бафнем ее. Я думаю, нападем, да, примерно как раз таки в сентябре 39-го, когда там рейх будет готов. И мы, в принципе, подкопим за это время силы. Конечно, может быть, многие захотят войну прямо здесь и сейчас, но нет, ребят. Так, что у нас тут? Максимум планирования. Огонь на подавление. Материзированный, механизированный, открыт Блицкрика. Гибкая оборона, проникающий штурм. Блицкрик здесь. Организация танка. Расход припасов. Кстати, вот расход с припасов. Лучная атака. Организация пехоты. Так, здесь вся пехота. Командование управления. Здесь разведка. Максимум планирования скорость. Планируем прорыв. Опа. Вся организация пехоты, танков. Максимум планирования огонь на подавление. Механизированное наступление. Давайте все-таки, я думаю, по ветке штурмом пойдем. Посмотрим, как она себя покажет. Посмотрим. На самом деле, пока не знаю, поэтому просто взглянем. Так, скоро новые части здесь подойдут. Вообще прекрасно, ребят, на самом деле. Так, здесь танчики. Идут, идут, идут. У нас будет человечка, который ускорял бы все это добро, на самом деле. Было бы очень хорошо. Ну, то есть, на скорость дивизии. Десяточку. Да, пока людей маловато. Но ничего, мы настроимся, ребят. Мы пока отстраиваемся. Мы захватили основные районы. Турков тоже взяли под контроль. Кстати. Мы уже не улучшаем, да, с ними отношения. Все правильно. Здесь можно, да, немножко улучшить отношения в целом. И венгров присоединить, да, к себе. Хотя, вот часто-то чаще их советуют захватить. У них есть какие-нибудь ресурсы интересные? Единичка нефти, алюминий и сталь. Единичка нефти, алюминий и сталь. Ну, вообще-то бы было бы неплохо. Но у них немало дивизий, на самом деле. Поэтому помощь бы их не помешала нам, да. Давайте в лучшем отношении немножко. Траты, конечно. Ну, что поделать. Попытаемся сманить на нашу сторону, да. Так, что у нас здесь уже готовый тип? Конвойчик. Конвойчик, конвойчик или эсминцев. Эсминцы, эсминцы. Хорошо, на самом деле. Эсминцы, на самом деле, очень хороши. Давайте-ка подлодку возьмем. Какая из них лучше? Вывод. Устаревший. 2-2-2-2-2-2. Мантелина тип. Мамелли. Почему он устаревший? Вот этот устаревший, а этот-то нет. Друзья мои, не путайте немножко, пожалуйста. Через год у нас линкор будет. Ну, как раз смотрите, как к войне подбежит. Да, штурмоняков не хватает. Так, итальянские дороги. Отлично. Берем теперь нефтеразведку. Во-первых, немножко нефти добавить. Во-вторых, просто нам надо к ливийску инфраструктуру качнуть. Да, тут, конечно, немало частей, как вы видите. Горы здесь. Опа-па-па-рам-пам-пам. Да-да-да-да-да, подходит. Часть, а так, десяточку уже, да. Сколько нам тут? Давайте-ка половину я сюда отправлю. А другую половину я куда пока отправлю? Наверное, вот сюда вот пока. Да, поехали распределяться. Пока так, по чуть-чуть, ребят, везде понемножечку. Да, нам нужно здесь счастье. Нам, в принципе, здесь самое важное прорваться к Тунису, выбить их отсюда все порты. Остальное можно закруглить, оставить. Не так страшно, на самом деле. Так, здесь пятерочка есть, да? Вам надо, знаете, что смотреть? Вот сюда вот. И вот сюда вот. Да, молодцы, 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 действуйте здесь. Так, четвертый навык здесь есть, скоро пятый будет. И наша ширина фронта, да? Отлично, уже хотя бы более-менее опытно смотрится. Это кто у нас? О, линкор, ребят. Линкор. Между прочим. Между прочим. Так, да, здесь уже части есть. Теперь осталось сюда нам раскортировать двадцаточку как раз. Которая у нас там производится, да, если не ошибаюсь? Так, эти скоро подойдут. А, да, двадцаточка. Как раз это двадцаточка. И нам надо, кстати, закон более универсальный принять, да, который, конечно, подготовку увеличит. Ну, что поделать. Так, поэтому пока прекращаем лучше неотношения на самом-то деле. Вот если бы не мы, не базовое нежелание там, а мнение можем десятку, да, поднять только. 43 все равно, да? Мировая напряженность может сыграть немножко, но не сильно. И стратегическая причина. В целом, так по чуть-чуть все, да? Чехословаке мы, естественно, унять никак не можем. Тут надо слишком много, чтобы ее к себе привезти. Да, у нас уже не хватает, ребят, людских ресурсов. Ай-яй-яй просто. Да, у нас зато подошли 20 частей. Отлично. Так, берем половинку. Ставим здесь сюда их. Ставим здесь фронт. И вас сюда. Так. Половинку этой тоже прикрепляем. Ставим также вот сюда. И оставшуюся пятерочку мы вот сюда вот ваткнем. Так, возвращаемся. Немножко меня отвлекли, ребят. Так, что мы тут все распределили? У меня вопрос. А нет, вот эта пятерочка, да, остались. Я ее хотел вот сюда вот. Отлично. Все, готово, да, теперь? Запускаем время. У нас ресурсов людских уже нет. Ну, сейчас накопим быстренько. Я знаю, что нету людских ресурсов. Пожалуйста, не ругайся, друг мой. Я знаю то, что у тебя есть все, кроме людей. А обучать тебе, естественно, некого. Я понимаю, друг мой. Понимаю прекрасно. То, что людских ресурсов очень сильно сейчас не хватает. Мне, конечно, странненько себя ведет. Обязательно вот с этого порта надо отправляться. Ого. Минзянь капитулировал. Япония начала войну. Но она выиграет эту войну, ребят. В принципе, я за Японию, ребят. Это без вопросов. Пригласить в альянс. Япония – великая нация. Нет. Нефтеразведку сейчас добьем. Видите ли, Япония – великая нация. Какая здесь война? Вы о чем, да? Так, здесь одна китайская, хотя бы, французская часть. Да, китайцы во Франции. Почему бы и нет, в принципе? Ну, вы где там? Плывут. Отлично. Надо, конечно же, заранее все доставить, ребят. Потому что потом с этим будет проблема. Это сейчас удобно доставить. А потом с этим уже так легко не будет. Так. Взяли. Давайте-ка террорийскую инфраструктуру. Всю ливийскую пустыню, Синдра, Киренейка и все прочее. Пятая дерна. Нам сюда нужны части. Ну, сюда мы, естественно, еще потом отправим. Вот сюда вот штучек пять, как минимум, пехотных, чтобы закрыть этот район. Да я знаю то, что нам надо, наконец-таки, брать расширенный призыв. Миллион целый народа нового. Так, шифрование. Давайте-ка возьмем до шифрования. Все сейчас этим забьем. Шифрациями. Так, семерочка. Ну, вот знаете. Хватит уже. Хотя, с другой стороны, давайте-ка. Сколько у них там частей. Если мы одновременно с немцами будем нападать. Ты-ты-ты-ты. Погодь. Погодь-погодь. Такс. Такс-такс-такс. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте-ка вот, наверное, сюда вот отправим вас. Да. Подготовим им высадку. На самом деле, надо бы это дело сделать, сдобрить. Такс, объединяем вас с этим. Да, объединить-то объединим. А теперь... Такс. Готовься. Транспорта задействовали. Отлично. Нет, все нормально. С планом. На Мальту надо вторгнуться. Закрыть здесь. Возможность британским ВВС. Вот здесь, мне кажется, много частей. Вот плохо не видно. То, что у нас тут-то с... В Франции нету как такового альянса. И чего бы это еще не было, мы не можем посмотреть. На самом деле, высадиться было бы туда неплохо, да? Ладно, втерочку пока здесь оставим. Пускай она готовится. Можно было, конечно, отсюда же пустить. Но, в принципе, разницы особо нет. У нас тут и так везде преимущество во флоте есть. Так. И хватка снабжения, да, начинается. Вот, видите, я говорю, надо скорее тут. Вот, инфраструктуру привести под уровень, да? Сколько у вас там? Еще потеряться в течение 18%. Потерпите? Потерпите 35 дней еще с вами возиться. Так, здесь у нас все, вон, прекрасненько, ребят. Тут по границе какой-то, эй. Да, передвигаются. По границе почти везде закрыты. Они сейчас как раз закончат эту войну и подбавим сюда части. Нам это все не помешает, не помешает. Вот так, полевой госпиталь. Если мы его сейчас добавим, то тут надо очень много будет машин. Сколько у нас их есть в запасе? Так, у нас всего-то еще 300 автотранспорта. Если мы решим добавить сюда полевой, то нам надо будет до автотранспорта 2, 20. Давайте посмотрим. Сколько нам его там надо? Наверное, сразу же, да, весь? Да, автотранспорт уже в недостатке. Плохо, плохо, плохо. Очень плохо. На самом деле. Но, с другой стороны, он нужен, ребят. Да, я бы пехотные батальоны расширил, на самом деле. Вот так вот. В 18 я добил бы артой, но у нас арты мало, да? У нас арты вообще, точнее, нет. Хотя нам бы ее надо в производство запустить, на самом деле. Давайте-ка одну арту запустим. Повыше, повыше, повыше. Танчики уберем. Вот сюда вот тебя, дружочек. Так, сам. Да. Надо бы теперь еще с этим добром разобраться. Автотранспорт. Да-да-да-да-да. Один полевой госпиталь съел. Очень много всего. Так, сохраняем вот так вот пока что. Так, ну, ставим на среднее. Тут мы везде оснащены, да. Пока тут поставим на среднее. Горнострелков я не делал, ребят, да? Может быть, неправильно, на самом деле. Ну, не знаю. Как-то не вижу особой нужды в них на данный момент. Может быть, потом, да. Я ими забьюсь пока. Как-то не прельщают они меня, ребят. Уж извиняйте, может быть, у вас другая бы была стратегия. Но у меня вот такая. Поэтому уж извиняйте. Что я выбрал, то выбрал. Так, здесь бомберы, морская авиация, истребители, маневренность. Маневренность. Да, здесь у нас 39-й еще не наступил, поэтому очень дорого. Долго и дорого. Да-да-да-да-да. Давайте возьмем добычу ресурсов. У нас есть для этого возможность, поэтому почему бы не взять. Так, здесь конвои задействованы. Здесь сейчас все наладим. Здесь у нас все прекрасно. Ну, в принципе, почти. Почти во всех местах. Или во всех все-таки. Да, в принципе, во всех стоят. У нас даже тут лишние, видите. Поэтому, в принципе, с частями все окей. Мало людских ресурсов. Мало людских ресурсов. Мало, 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 мало. Это знаю, что мало, друзья мои. Что я поделаю. Отменяем вот это вот производство. Вот. Сразу же с людскими ресурсами стало получше, да? Так, это десяточка. Отлично. Половину этой десятки мы отводим. Вот сюда. Вот. Как я и хотел. В принципе, вам и говорил. Мы отводим их сюда. Отлично. Другую пятерочку мы... Куда вот мы ее? Кинем. Хотелось бы вот сюда вот. Не знаю, хватит ли нам тут частей на самом деле. Боюсь за это дело. То, что они могут тут высадиться и сказать нам бай-бай. С другой стороны тоже отводить их. Туда мы вряд ли проберемся. Эй-эй-эй. Не-не-не-не-не-не-не. Не, погодь. Погодь. Вот вы все у нас сюда вот переправляетесь. В Родос. Быстро никого. Прикрепляйтесь тоже сюда. Да, частей у нас, конечно, уже многовато, ребята. Тут ничего не поделаешь на самом деле. Так как тут? Франция и Великобритания вступают в Альянс. Нам как-то от этого добра ни жарко, ни холодно, ребят. Потому что мы не трогаем их. Мы мирненько, спокойненько развиваем инфраструктуру. Укрепление, кстати, можно. Пьемонт на французской границе. Добавим укрепление. Наше море. Дружба с Румынией. Вот давайте-ка дружбу с Румынией, кстати, возьмем. Почему-то я до сих пор не додумался, то, что надо бы с Румынией отношения-то немножко наладить. Так. Так, а надо бы, надо бы, надо бы. Так, здесь наши части распределяются. Отлично. Видите, как тут Ливийская пустыня, инфраструктуру, конечно, не добавил. Но вот в других по чуть-чуть, так скажем, по чуть-чуть везде все дало, да? Гаэтра, Сидра. Операция подводных лодок. Хорошо. Давайте-ка еще подводки качнем. Подводную блокаду. Нам же надо как-то подгаживать, да? А как еще это делать? Так, тут бы я бы, конечно, еще вот так вот сделал. Найдем, может быть, части потом. Знаю то, что планы без прикрепленных в боевых единиц. Знаю. Прекрасно, знаете, вот прям прекрасно. Можете не говорить мне об этом. Такс. Как у нас тут обучение идет? Как удивительно, нам не хватает пехотки, да? Ну да, мы части расширились. Если нам пехотка сейчас очень сильно нужна. Так, 82 этой. Давайте пока двоечку сбавим. Поделаем чуть-чуть арты уж. Ладно. Шифрование взяли. Октябрь уже, сейчас ноябрь-декабрь. В принципе, уже приближаемся, да, к 39-му, ребята, годику. Когда уже и войны, и все остальное пойдет. Быстрее прям некуда, да? Ой, как тут дорого. В то время, когда улучшить тех же самых саперок и разведок дешевле. Давайте-ка лучше разведку пока возьмем. А, у нас же нет этого. Да. На скидочку исследования в промышленности. Правда, не или нет? Моя ошибка, конечно, но уж поделать. 672 авиации. Очень мало. Так, а здесь я видел, да. То, что врат есть. Ну ладно. Так, вас тоже на высадку из Родуса. А, только сюда. А дальше ты, значит, не хочешь. Ну ладно. Так, прикрепляем. Убираем. Ставим. На самом деле бы, ебте, тогда. Подожди. Так это я прикрепил. Вот. Ха, работай. Друг мой, работай. Так, сюда тоже надо, да, кого-то? Давайте-ка Себастьяна, что ли. Хотя вот тут опыт. Максимальная укрепленность. Петра Бадогля, наверное. Хотя вот мне не нравится то, что опыт получаемый лидером. Минус 25. Ладно, давайте-ка второго поставим. Тут на 5 все равно больше обороны и все остальное. Притом навыки уже более-менее прокачаны. Так, у нас опять мало людских ресурсов. Да знаю я, ребят. Знаю то, что их мало. Ну что я поделаю? Так. Надо немножко забавлять просто темпа производства, на самом деле. А то мы тут уже немножко перебарщиваем, как я вижу, да? Да. Вот так вот. Забавляем это дело. Что они? Они у нас колониальные и маленькие, на самом деле. Но боевые. Боевые псы, да, ребят? Боевые. Так, у нас тут хватает, да, частей? Отлично. Давайте-ка четверочку вот эту сюда, в принципе. И оставшиеся доделаются, которые пускай они будут у нас чисто на защиту наших районов. В Палермо и все остальное. Ну, то есть, закрыть попытаемся как можно больше частей направлений, куда может высадиться враг. Портов, всего остального. Ну, прикроем, так скажем, наши земли. Да, врага. Отлично объединили здесь. С 36 заводов в этот момент у нас очень мало. Дружба с Румынией. Да, подружились. Хорошо. Хорошо. Претензии на Турцию нам особо не нужны. Мы ее все-таки в альянс дали. Наше море. Наше море. Может быть и наше. Может быть и не так. Ливийские заводы. Два нефтепрорабатывающих. Четыре нефти. Эти-ка укрепления возьмем. Береговые. Как-никак посерьезнее смотрятся. На самом-то деле. Так. Румыния. Пакт о ненападении просит. Пожалуйста. Пакт о ненападении. Это, пожалуйста. Так, предлагаем проход войск. Создана мировая напряженность. Они как-то плохо, да, относятся к нам. Просит проход войск. О, смотрите, как отношение уже лучше. Венгры, венгры, венгры. Как-то нет. Они, скорее всего, к оси сместятся. Ну, ладно. Отдадим оси их. Хотя можно напасть. На самом деле, было бы. Не вступились в защиту. Никто бы. Ну, ладно. Так. Ограниченный экспорт. Закрыть мы не можем. Мы не в состоянии войны, да. Так. А что тут еще? Скорость соединения дивизии. Атака кавалерия, асы, поддержка, перехватчики, лодки. Так и крупных кораблей. Ничего интересного нету. Так. Здесь мы можем накопить, конечно, на скидки. Но получаем опыт. Но это так долго, ребят, на самом деле. Я даже не знаю. Надо ли нам это? Давайте ка, наверное, перегруппировку. Скорость на дивизии. Ну, плюс 4%. Хотя, ладно. Небольшой баф все-таки. Но используем. Так. Опа. Сколько у нас, да, подлетело новых частей? Да, смотрите-ка. Так. Их сколько здесь? 16, да? Вот так 15. 15. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девятьдесят. Десяточку оставим. Так. А вот 16. Отлично. Для обороны как раз мы сейчас их будем использовать. Давайте распределим по всем нашим фронтикам. Так. Идешь сюда. Палерму. Где тут еще есть? Так. Один остается тут. Хорошо. Тебя сюда кидаем. Тебя в Таранто. Конечно, по одной части маловато, ребят. Но у нас нету огромного количества частей, чтобы раскидывать везде помногу. Мы по чуть-чуть, по чуть-чуть. Поединички везде уже будет лучше, чем ничего. Ансон. Так, сюда. Сейчас мы тут... Наша дивизия будет охранять наши земли, чтобы никто даже не вздумал сюда высадиться. Вот под Римом, конечно, меня вот эта высадка, конечно, очень радует. То, что они могут провести. Так, а мы вот сюда вот не отправляли. Это у нас где? Русская база вроде бы тут. Допустим, что я угадал, ребят. Так, со шестерочком. Давайте-ка сюда. Да, частей, конечно, нам не хватит, чтобы все закрыть. Это добро. Но давайте хотя бы попытаемся, что ли. Прикрыть основные районы, на самом деле. И то уже неплохо. Такс. Две осталось, да? Отлично. Венецию я не отправлял. Так, Венецию отправили, да? И одна часть останется здесь. Миссину охранять. Ну, все нормально. Еще осталось тут прикрыть. Но, в принципе, оставшиеся десяточки как раз нам тут по чуть-чуть, по чуть-чуть, да найдем. Хватит. Ну, вот, наши части стоят отлично. И, кстати, надо максимальную укрепленность. Как раз, я думаю, выставим этого. Чтобы укрепленность их была просто феноменальная. Всех, 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 всех. Под управление этого человечка. Вот, смотрите. Хорошо, в принципе, сапог мы весь защистили. Как раз по портам направили. Они как раз стоят, защищаются здесь. Пускай окапываются. Максимальное окапывание здесь у них достигнут. Организация 57. 54% бонуса. Как капывание. Позиционная война. ООН еще дает состав дивизии. Коэффициенты умножения еще. Вот, видите, как прекрасно он тут воздействует на них. Дешифрование взяли уже 1939 год. Так, берем станки. И у нас сейчас механизирование наступление еще готово будет. Отлично. Берем дальше подготовку артиллерии. Максимум планирования плюс 20. Сейчас мы тут быстренько с ними расправимся, да? Да, все вместе. Итальянский театр. Так, вот этих на самом деле надо было перевести в другой театр. Ну ладно. И так распределимся. Не проблема. Так, ну что, ребят, давайте-ка на этом будем серию заканчивать. На 1 января как раз 1939 года. Новый год на дворе. Год, когда начнется наконец-таки крупномасштабные войны. Мы, в принципе, сапог защитили. Выставили защитные дивизии. В Африке дивизии распределили более-менее так, что нам тут хватит. С счетом плохого снабжения. Парочку высадок попытаемся сделать. У нас Соединенные Короли, чтобы там у них флот не могли сжать, да и авиацию тоже. Ну и что, и приготовили силы для вторжения в Францию. Думаю, достаточно неплохо все это проведем с вами и сделаем. Стройки у нас идут. Постепенно фабрики наращиваются. Будем их использовать. Потом надо также военные заводы нам, думаю, тоже уже начать поднимать. Чтобы их было больше, больше и больше. Ну и, конечно же, людских ресурсов мало. Но зато у нас армия, ребят, очень и очень боеспособная уже. Ну что, всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилась эта серия. Ну и ждите следующих... Следующих-следующих частей. И продолжение этой замечательной кампании. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.